В эфире новости Анапа. Регион. В студии Сергей Корабельников. Здравствуйте. Сегодня на российском инвестиционном форуме в Сочи глава Анапы Юрий Поляков, вице-губернатор Кубани Андрей Коробко и исполнительный директор Абрау-Дюрсо Юлия Пархоменко подписали трехстороннее соглашение по развитию виноградовства на территории города-курорта. Проект предусматривает закладку новых виноградников на землях площадью 780 гектаров. В результате его реализации валовый сбор составит до 11 тысяч тонн в год, а сумма инвестиций превысит 1 миллиард рублей. В рамках этого проекта предполагается создание свыше 100 рабочих мест. Также было подписано соглашение по строительству в Анапе нового автовокзального комплекса. Его реализация предполагает три этапа. На первом будет построено само здание автовокзала, на втором – комнаты отдыха для водителей, а на третьем – гостиница для транзитных пассажиров. Общая стоимость проекта – 130 миллионов рублей. Срок реализации – до 2020 года. Накануне в военном инновационном технополисе «Эра» с официальным визитом побывал вице-премьер правительства России Юрий Борисов. Он провел совещание об организации взаимодействия вузов и предприятий оборонно-промышленного комплекса с Министерством обороны России при выполнении исследований и разработок на базе технополиса «Эра». О новых проектах и инновациях наш корреспондент Руслан Душевский. Туполев – научно-лабораторный корпус технополиса. Здесь под руководством ведущих ученых страны разрабатываются новые технологии для современных образцов вооружения. Информационная безопасность, телекоммуникационные системы, аппараты жизнеобеспечения – это лишь малая часть того, над чем работают молодые ученые военного инновационного технополиса «Эра». В технополисе уже сформированы четыре научные роты, в которых проходит срочную службу 160 выпускников ведущих вузов России. Самые востребованные специальности – IT-технологии, робототехника и биомедицина. К примеру, в этой лаборатории операторы экспериментируют с принципиально новым видом диагностического прибора. Аналогичные разработки в военной медицине уже есть, но суть этой заключается в том, что прибор абсолютно автономен. По факту, военнослужащий может находиться не в медкабинете, а на военных учениях. Умное устройство считает с датчиков жизненные показатели и перешлет данные по спутниковой связи в медицинский центр. Проект внедрения технологий дистанционного мониторинга жизненно важных функций в рамках проведения углубленного медицинского обследования, который позволит увеличить выявляемость скрытой сердечно-сосудистой патологии у военнослужащих и позволит повысить доступность и качество оказания медицинской помощи, в том числе в отдаленных регионах. Еще одно перспективное направление военной промышленности – это робототехника. Современные машины способны выполнять ряд заданий, в том числе и боевых, на удаленных расстояниях без привлечения живой силы. Здесь важно прописать программное обеспечение. Беспилотные аппараты самостоятельно выполнят поставленные задачи. Николай Емельянов служит полгода. Окончил Орловский госуниверситет. Специальность – программист. Когда получил от своего научного руководителя приглашение пройти срочную службу в Эре, согласился не раздумывая. Военный авиационный технополис Эра предоставляет множество возможностей для реализации именно своих проектов, то есть своих возможностей. Это современное оборудование, как компьютеры, так и беспилотные исследовательские летательные аппараты, с которыми мы работаем. В принципе, я не могу ни с чем сравнить, потому что это достаточно высокий уровень. После осмотра лабораторий заместитель председателя правительства Юрий Борисов провел совещание, на которое прибыли ректоры ведущих высших учебных заведений. Темами для обсуждений стали вопросы организации работ по взаимодействию образовательных учреждений с Министерством обороны. Нигде лучших условий для проведения инновационных работ, как создано здесь, я не видел. Ну, Министерство обороны, это его инициатива, и лично Сергея Кожегедовича Шойгу, инициатива, которая выстрадана жизнью для того, чтобы придать новый характер, инновационный характер будущим системам вооружения, для этого привлечь, может быть, самые ценные, самые продуктивные силы – это выпускников ведущих вузов, которые как раз и помогли бы предприятиям УПК в тесном взаимодействии с генеральными конструкторами придать этот характер этим направлениям. Резидентами Эры стали уже 35 предприятий, в том числе концерн «Калашников» и компания «Сухой», а также около 20 научных организаций РАН. В скором времени в Технополисе начнутся разработки малых космических аппаратов и оружия на новых физических принципах работы. К восьми научным направлениям, над которыми здесь работают, добавится еще шесть. Руслан Душевский, Анапа, регион. Завтра мы отметим 30-летие со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. 15 февраля 1988 года. Именно в этот день закончилась эта десятилетняя война. Сегодня гость нашей студии, представитель Анапского отделения общероссийской общественной организации индулидов войны в Афганистане и военной травмы Анатолий Ишкунов. Антон Андреевич, добрый вечер. Добрый вечер. Что для Вас по прошествии стольких лет эта война, какой она была? Для меня Афганистан, наверное, своеобразный пароль. Это такая гамма чувств тех ребят, которые там находились. И прошли через... Действительно, это была война с ее потерями, с жертвами, высоким героизмом. И пронеся через всю вот эту войну, особенностью которой явилась, наверное, вера в друг друга, в первую очередь, взаимовыручка, это во вторую очередь, люди, которые готовы были с тобой пойти и в огонь, и в воду, поделиться последним глотком воды. Вот это все, наверное, пронесено через годы, и оно осталось и в памяти, и в сердце у всех тех, кто прошел дорогами Афганистана. И те, кто остался, конечно, на всю свою оставшуюся жизнь молодыми. То есть те, кто там погиб. Это в нашей памяти останется навсегда. У Вас в понедельник была встреча с главой Анапы, где Вы обсуждали важные проблемы, которые стоят сегодня перед Вашей организацией. Сегодня, насколько я знаю, Вас чествовали в законодательном собрании. Как вообще у Вас складывается диалог с властью? Вы знаете, на данный момент большая поддержка идет. Начну с того, что Вы знаете, что у нас была небольшая проблема с памятником афганцам. Время прошло, и надо было необходимо менять. Очень хочу слова выразить, большие благодарности именно главе и заместителю главы Вячеславу Вовк, которые оказали действенную помощь, и памятник приобрел даже какой-то новой своей жизни. И все, а вообще они видят, что это действительно стал уже такой комплекс целый, посвященный войне в Афганистане. С краевыми властями, и у нас тоже тесное сотрудничество идет. И вот сегодня было заседание круглого стола, в котором принимали участие председатели всех ветеранских организаций. Это Российского союза ветеранов Афганистана, боевого братства и инвалидов войны в Афганистане, и военной травмы инвалидов войны. На котором были вручены награды, это юбилейные медали, 30 лет вывода войск из Афганистана. Как сегодня построена работа, общественная работа среди ветеранов, чем занимается ваша организация? На настоящий момент организация главными задачами, конечно, ставит, это защита законных прав ветеранов войны, инвалидов войны, семей погибших. И основной упор, мы сейчас, конечно, ставим это на работу с молодежью. Молодежь знать должна свою историю. И основной, конечно, у нас созданы два структурных отдела при организации. Это поисковый отряд, вымпел, который занимается увековечиванием останков ребят, которые погибли уже в Великой Отечественной войне. Это клуб, военно-патриотический ратник, который именно занимается с молодежью, по подготовке молодежи, допризывной молодежи. И вот буквально в День защитника Отечества, одной из акций, которые проводит организация, это у нас намечен выезд в Крым на полигон, где находятся части подразделения нашей десантной дивизии. Мы там будем проводить совместные мероприятия. Это концерт, посвященный Дню защитника Отечества, 30-летию вывода войск из Афганистана. И там же будет проведена совместная игра с военнослужащими и строкбольными командами. Мы, конечно, приглашаем всех молодых людей, которым не безразлично наше будущее, и которые видят, не сидя за компьютерами, а все-таки на природе, посмотреть, что такое военная служба, приглашаем тоже принять это участие. Это будет 23 февраля мы выезжаем туда. Антон Андреевич, а как завтра мы будем отмечать эту дату? Какая программа мероприятия будет? Завтра в 10 часов мы начинаем флешмоб с песней «Салам Бача», очень известная песня, которую будут исполнять ветераны, участники боевых действий, всех боевых действий, не только Афганистана, Чечня, Сирия, Камбоджа, в сквере славы у Вечного огня, у памятника воину афганца. В 11 часов торжественные траурные мероприятия, посвященные 30-летию вывода с возложением венков и цветов к памятникам. В 12.30 в Центре культуры Родина состоится праздничный концерт, посвященный 30-летию вывода войск, где будут тоже принимать участие ветераны боевых действий. И в 15 часов открывается мемориальная доска управления внутренних дел, именно посвященная памяти нашего боевого товарища Шустовского Петра Федоровича, ветерана афганской войны. Вот такие мероприятия планируются. И после этого, естественно, будет встреча ветеранов в честном кругу. Антон Андреевич, спасибо большое за этот разговор, спасибо, что пришли. И с наступающим, могу сказать, что праздником. Праздником, да. Для меня это праздник, война закончилась. А мы продолжаем выпуск. Программа благоустройства дворовых и общественных территорий, возможность заниматься физкультурой и спортом. Вопросов на встрече с жителями района Южной с представителями администрации города было много. И самое главное, есть варианты решения проблем. Их изучила Анна Жукова. Анапчанка Дарья Хитрова обратилась с проблемой. Ее дети посещают сразу две спортивные секции в частном спортклубе и в муниципальной спортивной школе номер 10. Новые требования к диспансеризации спортсменов принесли сложности. С января этого года медосмотры должны оплачивать родители. Требования поменялись. Действительно, то, что именно для тех, кто осуществляет спортивную подготовку, это спортивные школы. Здесь вот эта категория. Здесь поменялись тарифы. То есть не то, что поменялись. Они сейчас выставились достаточно серьезные. Расценки такие непривычные для народа. И родители не могут оплачивать данную услугу. И данную услугу они не должны это оплачивать. Это должны спортивные школы оплачивать. Сейчас, я говорю, этот вопрос решается, потому что это вопрос бюджетный. Он сразу не может так решиться, потому что это дополнительные деньги. Деньги достаточно серьезные. На медицинские осмотры учреждения, работающие в системе ОМС, не имеют права на безвозмездной основе осуществлять данную услугу. Поэтому все это заключается на возмездной основе, на основе заключенных договоров. Отделение медицинской профилактики на своей базе, учитывая, что этот вопрос социально значимый, разработали тарифы, которые утверждены и согласованы с Минздравом Краснодарского края. И чтобы учитывать также социальную платежеспособность населения, ввели шкалу по тарифам. То есть для детей многодетных семей, для детей инвалидов, а также детей сирот, тарифы в 50%. Впрочем, у этой проблемы есть решение. На ближайшей сессии законодательного собрания края депутаты рассмотрят вопрос о частичном субсидировании затрат из регионального бюджета. Компенсация планируется и из муниципальной казны. Помимо этого, в Анапе, благодаря участию в программе формирования городской комфортной среды, в прошлом году были благоустроены 6 дворовых и 1 общественная территория. Практически на каждой появилась современная спортивная площадка. Спортивный объект у нас Ленина 131. Здесь недалеко располагается Крылова 6. Тоже здесь недалеко. Ленина 181. Спортивная площадка. Хорошо стали застройщики делать уже свои площадки, свои тренажерные комплексы. Выставлять это, конечно, очень хорошо отражается для занятий спортом. Потому что у нас жители очень активно свое время проводят, свободное. Многие приходят на площадку, независимо от возраста. Это сейчас важно. Тем более мы сейчас позиционируем именно ГТО, всероссийский комплекс, где мы жителей также настроим. Потому что от 6 до 70 лет можно сдать нормативы, в общем-то, и получить значок. Это будет являться подтверждением вашей жизненной активности и вашего здоровья. А это бесплатно и дает стимул как для возрастных спортсменов, так и для начинающих. В Анапе с детьми в Краснодаре были без детей, поэтому... Ну, вообще жить лучше в Анапе, больше нравится. Ну, мы очень довольны, что сделали новые площадки. Постоянно ходим сюда, и в районе Ореховой рощи ходим. Там тоже новые площадки. Сейчас в Анапе идет набор летних тренеров. Они будут заниматься с населением на муниципальных спортивных площадках. ТОС микрорайона Южный – один из крупнейших в Анапе. Он объединяет 20 товарищей сразу нескольких микрорайонов города. Мы соберем совещание, ну, не конкретного микрорайона, а что еще волнует. Может быть, сельские округа, город, заинтересованными структурами ЖКХ, школа архитектуры по передаче. Мы соберем такой рабочий круг в отдельном помещении, вот не здесь, не в рамках. Благодаря здесь родились эти вопросы, которые были... Нет, конечно, потому что неравнодушие, потому что вы сами во все вникаете. По единодушному мнению собравшихся, такие встречи нужны как для горожан, так и для властей. Анна Жукова, Михаил Попов, Анапа-регион. Сегодня за рубежом отмечают праздник всех влюбленных – День Святого Валентина. В начале 90-х годов он вдруг стал популярен и в России. По этому поводу есть несколько версий от искусственного навязывания заокеанских ценностей. Некоторые даже приводят факты о не совсем традиционных корнях этого праздника. До вполне прагматичного хода маркетологов. В этот день хорошо продаются подарки. Однако есть у нас свои исконно русские праздники. Помнят ли о них, о новчане и гости нашего города, выясняла съемочная группа. Русских аналогов я особо так и не знаю, кроме 8 марта. Потому что за границей редко где 8 марта отмечают. Там День Святого Валентина. В наше поколение мы привыкли к Пётру и Февронии, семейный праздник. Ну какие еще могут? Свои семейные какие-то, да, устойные. День, наверное, Петра и Февронии. Вот, такой знаю. Если это День Святого Валентина, мне кажется, мое поколение уже как-то к нему относится скептически. А вот к этому празднику, я думаю, отнеслись бы вообще очень хорошо. Ну, Тачанин день, аналог. Этот праздник в России и на Руси праздновался в другое время года. 8 июля День Семьи, Любви и Верности. На Руси был свой календарь, свои года, которые обозначаются. Ну, будем как-то, надо все это искоренять, вводить свое русское. Потому что, да, России надо гордиться. Это самая лучшая страна. Все выпуски новостей можно найти на нашем сайте, онапорегион.ру. А на этом я с вами прощаюсь. Всего самого доброго. Непристегнутый человек при столкновении на скорости 80 км в час получает травмы, равносильные падению с восьмого этажа. Пристегнитесь. Это может спасти вашу жизнь.